Техника, управляемая силой мысли. В 2015 году ученые создали устройства, которыми можно управлять с помощью мысли. В их основе лежат технологии нейроинтерфейсов, в том числе, например, портативный электроэнцефалограф, настроенный на определенные волны мозга. Такой прибор не может полностью распознать мысли человека, но вполне способен зафиксировать, например, желание поднять руку, либо желание направить взгляд на источник света. На базе технологии нейроинтерфейсов появилось множество удивительных разработок, к примеру, англичане продемонстрировали прибор в виде обруча, который надевается на голову и заменяет пульт для переключения каналов телевизора. Китайцы сконструировали устройство, способное переводить активность нейронов мозга на человеческий язык, то есть, с его помощью можно говорить, совсем не раскрывая рта. А ученые из Португалии заявили, что могут управлять летательными аппаратами, используя силу мысли. Есть подобные разработки и в России, недавно ученые из компании Neurabotix создали квадрокоптер, который летает, послушный сигналом человеческого мозга, вверх, вниз, вправо и влево, и даже к заданной точке. Генерацию команд или состояний коптера регистрируют датчики на голове демонстратора, человек в нужные моменты представляет те действия, которые система может распознать и идентифицировать. По мнению специалистов, этот миринтерфейс будет перспективен в разработках систем вооружения и может использоваться военными на поле боя. А также подходит и для управления умным домом, в котором живут люди с ограниченными физическими возможностями. Не менее эффективны для облегчения жизни инвалидов и бионические протезы, управляемые силой мысли. Первые из них появились в 2010 году, однако принцип действия этих устройств был основан на электрических импульсах, которые генерируют мышцы, бицепсы и трицепсы, поэтому диапазон движений искусственных рук и ног оказался существенно ограничен. В 2015 году американские инженеры продемонстрировали желающим бионическую руку с 26 суставами, обладающую почти всеми возможностями обычной человеческой конечности, можно, например, набирать текст безо всяких физических усилий. Грузоподъемность механической руки составила 20 килограммов. Умельцы в Исландии сделали чудо-ступню, которая устанавливается на ампутированную конечность пациента всего за четверть часа. Чтобы вживить датчик, реагирующий на электрические сигналы из головного мозга, надо сделать разрез лишь в одном сантиметре. Редактор субтитров А.Семкин